В процессе подготовки нападения под благовидным предлогом проводится опрос лиц, хорошо знающих банк, изучаются сотрудники, а также лица, проживающие в прилегающих к банку домах. Особо тщательно отслеживаются и изучаются сотрудники охраны банка или службы безопасности. Проводится наблюдение за характером и режимом охраны. Выясняются типы охранной сигнализации, используемой в банке и по периметру охраняемой территории. Существенными признаками сбора подобного рода информации являются появление возле банка тех, кто проявляет сомнительный нездоровый интерес к режиму работы банка и его сотрудников, количеству сотрудников охраны в банке и тому подобным обстоятельствам. Кроме того, признаком сбора информации в процессе подготовки к нападению являются выявленные факты и попытки трудоустройства на работу в банк или в службу безопасности людей с криминальным прошлым, с криминальными связями различных так называемых темных лошадок. Информация о контактах действующих или бывших служащих банка, сотрудников службы безопасности с криминальными элементами. Информация об устройстве этих лиц на работу в фирму, которая контролируется конкурентами банка. Существенным признаком подготовки к нападению являются выявленные случаи наблюдения за банком из окон и подъездов близлежащих домов из расположенных поблизости автомашин. Кроме того, важным признаком сбора информации о банке и его сотрудниках являются докладные записки сотрудников банка и его охраны о попытках различных лиц вступления с ними в контакт с целью расспроса о положении дел в банке. Как признаки сбора информации о банке и его сотрудниках следует также рассматривать выявленные охраной и службой безопасности неизвестные лица, производящие фото и видеосъемку банка, а также его сотрудников. Фиксирование специальной аппаратурой факта прослушивания телефонных переговоров в банке, а также непосредственное обнаружение подслушивающих устройств. Длительное нахождение возле банка автомобилей, не принадлежащих сотрудникам фирмы, с находящимися в них людьми. В процессе подготовки к нападению на банк или иной стационарный объект преступниками может проверяться режим и надежность работы охраны, наличие у охраны резерва сил и средств. Этот сложный комплекс действий может включать в себя проверочные проникновения на объект, проверку реакции сотрудников охраны на обращение за помощью под различными предлогами, проверка их на податливость к просьбам, в том числе со стороны слабого пола, проверка быстроты реакции охраны на стук в дверь, разбивание стекол в банке, на раздразнивание собаки у ворот периметра прилегающей территории. Охраннику нужно видеть все, что происходит вокруг и правильно это оценивать. Сотрудникам охраны банка следует быть очень внимательными и должным образом оценивать попытки посетителей банка, случайных прохожих, разговорить их, высказать свое расположение и иным образом установить с охранником банка доверительные отношения, отвлечь его внимание и попытаться получить необходимую информацию. Необходимо запоминать признаки внешности лиц, пытавшихся вступить в контакт с охранником, фиксировать номер автомобиля, на котором приехали эти лица и выявлять иные значимые обстоятельства. Это, казалось бы, совершенно случайная встреча на улице, может иметь весьма печальное продолжение и трагические последствия, в том числе и для участвующего в этой встрече охранника банка. Продолжение следует...